Привет, друзья! Продолжаем тему осенних поделок. Мы с вами делали листики, ссылка будет в описании. Они делали грибочки, грибы из воздушных шариков, ссылка также вас ждет в описании. А сегодня мы будем делать яблоки двумя способами. Первый способ у нас получится большое яблочко, а второй способ мы покажем маленькое-маленькое, но яблочко. Ну что ж, друзья, не будем терять время, да? Приступаем! Итак, для изготовления большого яблока нам понадобится один длинный шарик ШДМ, золотой, коричневый для завязок и хвостика, и два пятидюймовых шарика, желтый и зеленый. Как обычно, нам понадобится насос для воздушных шаров, перманентный маркер и ножницы. А это длинный шарик ШДМ и зелененький круглый шарик пятидюймовый. Из этих шариков мы будем делать вот такое маленькое яблочко. Итак, друзья, делаем большое яблоко. Наполняем желтый шарик воздухом. Готово. Теперь спустим воздух. Вот. Завяжем хвостик близко вот к колечку. Не так, как обычно мы с вами завязываем, чтобы оставался длинный хвостик на воздушном шарике, а близко к кольцу. Вот как. Видно? Теперь разомнем этот шарик. Готово. Так, друзья, теперь указательным пальцем правой руки хвостик проталкиваем на противоположную сторону. Кстати, друзья, продолжаются вопросы, почему я всегда в перчатках. Я даю ссылку в описании. Мы сняли видео с ответом, да? Ну, чтобы не повторяться. Так что, кому интересно, посмотрите, пожалуйста. Итак, друзья, указательным пальцем правой руки проталкиваем хвостик на противоположную сторону. Вот, видите, я захватила этот хвостик. Так, теперь вот так несколько раз прокручиваем, чтобы получился такой узелок. И пятидюймовым шариком мы этот узел закрепим. Это будет очень удобно. И теперь аккуратно сделаем раз узел и два, чтобы не развязалась у нас эта конструкция. Так, сейчас хорошенько так подтяну. Вот поэтому я и снимаю перчатки на эту операцию. Потому что это в перчатках точно неудобно делать. Вот. Вот так. Оп. Смотрите, как здорово получается. Раз. Яблочко. Раз. Вистик. Так, ну что? Замечательно получилось, правда? Если не хотите, чтобы шарик был вот так чуть-чуть с воздухом, да? То с противоположной стороны можно сделать маленький-маленький надрез. Чтобы воздуха не было. Ну, чтобы он лежал так более. Вот так, да? Теперь отправляем как бы назад. Вот это все. Утопим чуть-чуть. Вот. И яблочко будет готово. Для осенней композиции то, что надо. Согласитесь. Красивенько получается. Да. Хвостик. Для хвостика мы возьмем кусочек вот этого шарика. Золотой в данном случае. Просто привяжем его. Отрезаем. Так, вот у нас этот хвостик. И, друзья, чуть-чуть его воздухом наполните. Капелюшку. Чтобы он был такой упругий. Здесь завяжем узел. Вот. И привяжем вот к узлу. Сейчас, друзья, чуть-чуть неудобно. Ну, в общем, вы поняли, да? Надо завязать раз и второй раз. Вот, друзья, привязали мы хвостик. Наш листик замечательный. Срежем только вот этот остаток шарика. Потому что некрасиво, да? Когда его видно. Вот так. Теперь вот это все отправим как бы чуть-чуть назад сюда. Вот. Придадим яблочку его естественную форму. И все. Шикарное яблоко готово. Можно даже чуть-чуть его вот так расплющить. Да? Чтобы оно было так. Вот. Ну что, нравится? Следующий способ. Теперь, друзья, сделаем такое маленькое яблочко. Тоже очень симпатичное, да? Красиво смотрится. Так. Для его изготовления напомним, нам необходим длинный шарик, круглый пиццзимовый шарик, насос для воздушных шаров, перманентный маркер и ножницы. Что мы делаем? Сантиметров на шесть примерно. Вот так вот обрезаем шарик. Теперь черным маркером красим хвостик. На весу это делать не очень удобно. Надо подложить какой-нибудь листик, например, тетрадный или пакетик. И хорошенько вот так вот выкрасить часть хвостика в черный цвет. Вот, ребят, что у нас получилось. Видно? Теперь берем зеленый шарик. Из него мы вырезали листик, срезали хвостик и прямо так разрезали его на две части. вот. И прям заострили несколько кончиков. Ну, чтобы он был на самом деле очень похож на листик яблока. Яблони, да? Вот так и так. Мы даже на вот этом яблочке нарисовали жилочки. Видите? Про жилочки. Ну, чтобы совсем натурально смотрелось. Так. Ну, в общем, как-то так. Вот. Листик. Так, убираем все лишнее, чтобы нам ничего не мешало. И теперь этот листик привяжем к хвостику. Вот так. Здесь можно сделать один узел. Вот. Вот так. Вот. Ну, давайте сделаем еще один, чтобы было совсем надежно. вот. Все. Значит, здесь тоже убираем кончик. Вот. И наполняем этот шарик воздухом. примерно на 4 пальца, на 3-4 пальца, в зависимости от того, какого размера вы хотите яблочко. Завяжем хвостик и излишек срежем. Вот так. итак, итак, обратите внимание, что у нас получилось. Хвостик, да, покрашенный наш листик, сам шарик и маленький хвостик вот здесь оставьте обязательно. Вам так проще будет. И делаем следующий. Вот этот хвостик теперь указательным пальцем правой руки. Ну, разумеется, кто правша. Проталкиваем вот на противоположную сторону, вот сюда. Здесь мы захватываем его, вот, перекручиваем и отправляем на противоположную сторону. Вот так. Видите, он утоплен получается вот туда вниз. и наше яблочко готово. Друзья, сегодня из воздушных шариков мы будем делать ежика. Для его изготовления нам понадобится два длинных шарика ШДМ размером 160 или 260. Мы будем использовать 160 тоненькие насос для воздушных шаров, перманентный маркер и ножницы. Ссылку на мастер-классы по изготовлению животных из воздушных шариков мы оставим в описании. И, друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал. Договорились? Ну, что ж, друзья, начинаем. Наполним шарики воздухом. Сначала их растянем. хвостик оставим достаточно длинный, примерно на 8 пальцев. Немножко спустим воздух и завяжем шарик. Ссылку на мастер-класс «Как завязать шарик без нитки» мы оставим в описании. Готово! Итак, друзья, делаем тело ежика. Разомнем шарик и приступим. Делаем мордочку. Буквально на 2 пальчика скрутим элемент bubble twist. Теперь еще один такой сделаем элемент. Раз. Вот так. Теперь делаем мордочку. Скрутим bubble twist. Еще один маленький это будут ушки. еще такого же размера это будет лоб. Еще одно маленькое ушко ежика. И еще один такой же маленький bubble twist. Вот, друзья, что у нас получится. Теперь складываем эти шарики и перекручиваем. Вот, друзья, что у нас должно получиться. далее отправляем мордочку вот сюда в образовавшееся кольцо. Зажимаем пальцами элементы bubble twist и перекручиваем. Это будет ухо ежика одно и второе. Вот. вот, друзья. Идем дальше. Разомнем шарик. Делаем туловище. На четыре пальца скрутим элемент bubble twist. Еще один. Вот так вот перекручиваем, чтобы зафиксировать в области шеи. Теперь делаем лапки. Делаем элемент пинч трест. Ссылку на мастер-класс оставим в описании. Кто не умеет, научитесь. Это полезный элемент. Делаем еще лапочки. теперь обводим вот сюда. Вот. Теперь делаем еще лапки. Делаем элемент пинч трест. Так. Вот, друзья. Видно хорошо? Теперь делаем такой же элемент bubble twist. вот так перекручиваем, чтобы все закрепить. И, собственно, основание у нас готово. Кстати, по этой схеме мы делали мимишку, только без вот этих элементов. Можете так сделать. Так. Все. Берем ножницы, спустим воздух, завяжем хвостик, вот так и спрячем хвостик. Вот. Основная часть у нас готова. Идем дальше. Теперь, друзья, нам необходимо наполнить воздухом коричневый шарик. также оставляем длинный хвостик примерно на 8 пальцев. Как вы, наверное, догадались, это будут иголочки ежика. Спустим воздух, завяжем шарик и начинаем. Итак, друзья, прикрепим шарик к уху. Вот. Теперь делаем элемент bubble twist и небольшой пинч твист. Вот так. Теперь снова bubble twist и крепим вот здесь. Идем дальше. Переворачиваем. делаем три элемента bubble twist. Раз, два, три. И крепим за другую, за второй элемент швист на другой стороне. Вот. Видно вам? Далее снова делаем bubble пинч и bubble. пинч твист и снова bubble. И крепим за ухо. Вот что у нас получилось. Далее, друзья. Делаем таким образом. Три элемента bubble twist. Раз, два, три. И вот так накладываем на голову и перекручиваем здесь. скрипи. За ушко заворачиваем. Вот. Ушки мы расправим. Вот. Вот. А мордочку чуть-чуть мы потом заправим, потому что она не длинная у ежика. Вот. И вот у нас будет симпатяшка. Далее делаем, не забывайте, друзья, периодически направлять воздух к хвостику. Делаем еще три элемента bubble twist. Раз, два, три. и опять же крепим за ухом. Обводим коричневым шариком вокруг уха. Так. Еще три. Раз, два, три. И крепим за ухом. вот, видите, уже иголочки у нас формируются. Далее делаем bubble twist. Переходим сюда и крепим за элемент коричневой пинч и сделаем еще два таких рядочка. Только чуть-чуть побольше. Здесь у нас расстояние больше, значит, надо больше делать элементы. Раз, два, сейчас, два, три. Закрепим. Переворачиваем. И вот как раз покроется еще один. Раз, два, и три. И закрепим. вот так. Расправим шарики. И такой ежик у нас получится. Сейчас мы спустим воздух аккуратно и завяжем узел. Вот так. Все. Останется расправить все наши иголочки. Ушки теперь поправим. Вывернем их сюда, чтобы они на нас смотрели. Ну, чтобы он совсем был настоящий. Правильно? Ну, вот, ребят, что у нас получилось. Кстати, друзья, композицию можно дополнить яблоками из шариков. Ссылку оставим в описании. Грибами из шариков. Будет очень красиво. Так. Ну, что ж, осталось расписать ему мордочку. В этом нам поможет, как всегда, черный перманентный маркер. нарисуем глаза и улыбку. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует...